Недостаток солнечного света, перепады температур, недосып и банальный авитаминоз бьют по иммунитету россиян. Чтобы поддержать свое здоровье, кто-то отправляется в аптеку, а кто-то предпочитает использовать народные методы. Здравствуйте, да, вы знаете, я хотела бы абхазские мандарины, вот смотрю. Абхазские мандарины у нас вот эти. Где? Вот эти у нас абхазские идут мандарины, вот настоящие наши советские, вы, наверное, помните. Да, конечно. Да, да, я тоже очень люблю именно. У нас мандарины есть Израиль, Абхазия, Турция, Испания, Марокко. Ну, Марокко тоже очень вкусно. За дозой витаминов блогер и глава семьи Галина Мерц отправляется на рынок. Несмотря на то, что новогодние праздники закончились, мандарины не пропали с ее стола. И не зря этот фрукт содержит большое корочество витамина С, но весь секрет в прожилках, которые тоже нужно есть. Они помогают полезным веществам лучше всасываться. А есть у вас хурма, чтобы была она, знаете, шоколадная? Как шоколадная у нас королек идет. Вот этот королек, он шоколадный. Он не вяжет, он коричневый, не вяжет. Есть королек свечка, видите, он вытянутый. Это свечка королек. Есть у нас вот хурма Испания, вот такая. Она даже если твердая, она не вяжет, она очень сладкая хурма. На любителя. Кто-то любит мягче, кто-то твердый. Хурма – любимый фрукт многих россиян. Однако ее сезон уже заканчивается так, что нужно успеть забрать с полок последние сочные плоды. Врачи говорят, что всего одна хурма восполняет суточную дозу йода. А его дефицит приводит к повышенной утомляемости, апатии и проблемам с щитовидной железой. Для того, чтобы не возникало состояние гиповитаминоза, то есть недостаточного количества в организме витаминов, необходимо, конечно, организм поддерживать. Витамины у нас поступают в организм и из продуктов питания, и из биологически активных добавок. Больше всего в зимнее время года в нашей местности не хватает витамина Д, витамина А и Е и витаминов группы В. Витамин А можно найти в красных овощах и фруктах, витамин Е – в перцах и орехах. Ну а главный враг вирусов и бактерий – чеснок. Но выбирать его нужно внимательно. Специалисты советуют брать отечественный, а не китайский. И еще один продукт, без которого Галина Андреевна не уходит с рынка – корень имбиря. Из него она готовит иммунную смесь. Для своей семьи я постоянно, каждый год, каждой осенью делаю так. Беру имбирь, перекручиваю, лимон перекручиваю и добавляю мед. Все это у меня в литровой банке стоит всегда на столе. И вся семья этим у меня по утрам именно питается. Именно этой смесью. Она очень хорошо против всех простудных заболеваний. Абсолютно. Конечно, витамины можно купить и в аптеке. Но врачи говорят, что они никогда не заменят правильное питание, а также свежие овощи и фрукты.